Продолжение следует... Причем в шаровом слое, в этой части агентоматике, будем называть величину... Будем называть часть пространства, ограниченную двумя сферами, концентрическими. Сечением этого шарового слоя плоскостью доски является штрихованное плоское кольцо. Объем можно рассчитать очень просто, как разность объемов шара радиуса МР2 и маленького шарика радиуса МР1. Расчет 7 упрощается, если мы толщину шарового слоя будем считать очень маленькой. Причем критерием малости будет служить условие малости толщины слоя по сравнению с радиусом кольца. Если разрезать этот... Представить себе шаровой слой в виде кожуры апельсина и разрезать апельсин, расправив его на 4 части. А сами апельсиновые лепестки оставим вместе. Практически плоско можно расправить, ну, с небольшими разрезами эти 4 лепестка. Причем можно сказать, что площадь каждого лепестка будет равна площади большого сечения этого апельсина. Если его ножом разрезать пополам, то площадь здесь будет 3х квадратов. Получается так, потому что мы разрезали на 4 дольки, на 4 лепестка, а весь объем сферы 4πr квадратов. Не объем, а плоскость, а площадь сферы. Кроме того, эта кожура имеет толщину. Солщину, в которой мы обозначили буквы символом dv. Так что объем, который мы можем считать маленьким по сравнению с объемом шара, поэтому мы его обозначим dv. Можно определить, как площадь основания вот этой фигуры из 4 лепестков, 4πr квадрат, умножить на высоту фигуры. Наглядный расчет дает приближенное значение для объема шарового слоя. Приближением является умение плоско расправить и правильно оценить площадь. Знание правил дифференцирования позволяет расчет произвести гораздо проще. Узнаем, что объем шара определяется по формуле 4 3πr квадратов. Причем будем считать, что объем шара увеличивается естественно путем нарастания новых слоев. Будет определиться как дифференциал от этого выражения 4 3πr квадратов. И, взяв производную, получим 4πr квадратов. Тройки у нас сократятся. И, поскольку мы берем деференциал, то мы должны добавить на 3r. Получается то же самое значительно. Кроме задачи расчета объема шарового слоя, Рассмотрим попозже очень задачку, только попроще немножко. Клощадь плоского кольца. Клощадь плоского кольца. Причем плоским кольцом будем считать вот такое. R1, R2. Здесь уже у нас два круга. Круг R1, круг R2. Если мы из площади круга R1 вычтем площадь круга R2, то получим как раз... Давайте попробуем вычислить таким первым способом. Значит, наш объем В... Давайте его обозначим ДВ. Будем считать, что у нас R2 можно представить в виде R1 плюс ДВ и толщину вот этого кольца ДР. Толщину кольца ДР будем считать много меньше, чем R1. ДР много меньше, чем R1, который можно обозначить или даже. Объем... Площадь Пи, R плюс ДР. Можно ставить символ R1, можно не ставить. В квадрате. Минус площадь маленького круга. Пи Р квадрат. Раскрываем скобки. Включаем Пи Р квадрат. Плюс удвоенное произведение. Плюс Пи на ДР в квадрате. Минус Пи Р квадрат. Пи Р квадрат плюсом Пи Р квадрат с минусом. Поскольку у нас ДР намного меньше, чем радиус, то вот сравнив два этих слагаемых, видим, что здесь у нас ДР стоит в квадрате. Поэтому пренебрежем этим слагаемым. Ну и здесь, конечно, тоже не ДВ, а ДР. Прошу прощения. Исправьтесь, пожалуйста. Если вы, конечно, не пишите. Поэтому здесь можно для ДР записать такое же выражение. 2 Пи Р умножить на ДР. 2 Пи Р умножить на ДР со знаком примерно равном. Знание правил дифференцирования позволяет из площади круга Пи Р квадрат сразу вычислить приращение этой площади, ну, естественным путем, путем увеличения радиуса. Взять дифференциал с выражением Пи Р квадрат. Получим 2 Пи Р умножить на ДР. Наглядный способ, это у нас второй способ, а третий способ наглядный, выглядит так. Пользуясь тем, что у нас толщина кольца много меньше чем его радиус, можно разрезать по этой линии и изготовить развертку. Понятно, что она не получится в виде идеального прямоугольника, а будет какая-то кривая, если его расстагировано правильно на плоскости, сделано из мягкой бумаги. Длина основания будет равна длине окружности 2 Пи Р, а толщина будет равна ДР. Поэтому площадь этой фигуры, которая равна площади нашего кольца, можно записать как длина основания умножить на ДР. Продолжение следует...